За минувшие сутки было проанализировано 5960 тестов на коронавирус. Перевышенный позитивный результат дал 1281 тест. Скончались 9 человек. Сегодня никто не может точно сказать, когда же все население нашей страны будет провакцинировано. Однако существует надежда, что в мае к нам поступит большая партия вакцины. Но к тому моменту должно быть подготовлено все, для того чтобы процесс пошел гладко и без сбоев. В частности, места для вакцинации должны отвечать нескольким условиям. Большое пространство, хорошая вентиляция, доступ, медицинская помощь и многое другое. Культурный центр Каев-Мустамя как раз соответствует всем требуемым критериям. Именно поэтому в нем на выходных внушительное количество сеньоров, как теперь принято называть эту возрастную группу, смогли получить первую часть вакцины от коронавируса. Я считаю, что это, конечно, знаковое мероприятие для Эстонии на сегодняшний день. И процесс вакцинации, я считаю, должен идти как раз такими темпами, когда в достаточно больших просторных помещениях в большом темпе с достаточно высокой скоростью удается вакцинировать большое количество людей. Конечно, такие большие центры вакцинации, они помогут нам продвигаться с этим вопросом, чтобы мы быстрее провакцинировали наших жителей. И тем мы в дальнейшем защитим просто и себя, и наших близких. В центре Каев за два дня прививку сделали 958 человек. Такое внушительное количество людей обусловлено тем, что сам процесс вакцинации был налажен, так сказать, с точностью до минуты. Впрочем, такой точный процесс налажен и в других центрах вакцинации, как, например, в Эдоталинской центральной больнице на улице Рави. Это подтвердило журналист Александр Цукерман, который также на выходных получил первую дозу вакцины. Все организовано исключительно просто как часы. Вот у меня было 11.45, в 11.44 мне сказали войти. Всюду точные указатели, куда надо идти. Потом ровно, как вот было сказано, минута в минуту мне вкололи этот укол. Потом ты сидишь, расслабляешься в кресле. Потом с тобой прощается какой-то самый дорогой гость, который там был. И, в общем, я должен сказать, это редкий случай, когда посещение в больнице, вызвало у меня вот такое вот оптимистическое чувство. Не исключено, что подобные временные центры вакцинации будут работать и в других культурных центрах Таллина, в средствах массовой информации. В последнее время муссируется слух, что, дескать, русскоязычные люди постарше не делают прививку, поскольку не у всех есть дома компьютер для того, чтобы зарегистрироваться через Диги-регистратуру. И возникает вопрос, так ли это на самом деле. Вот там сидели 15 минут, надо ждать. Сидели бабушки. Только начался у них этот период ожидания, все достали мобильники и все стали говорить. И одна бабушка сказала фантастическую фразу. Ой, надо успеть, я же опоздаю в чат. И я понял, что все это сказки про русских бабушек, которые не знают, как вообще работает интернет. За прошедшие выходные по всей Эстонии смогли пройти вакцинацию примерно 6 тысяч человек, что является хорошим показателем. Сергей Овченков, Мартейн Лопетер Юлевайн, Новости Таллина.